добрый день господа как вы понимаете то что вы сейчас видите абсолютно не формат для нашего канала но история которую я вам рассказал в прошлый раз а ссылочку на нее я оставлю внизу вот про этот вот чудеснейший брошенный prada который мы не можем вернуть хозяину уже шесть месяцев по причине отсутствия у хозяина интереса его забирать получила продолжение и это просто эпическая штука потому что в прошлом ролике я попросил помочь мне подписчиков которые что-то знают об этой машине и знаете теперь про этот продоз я знаю все поехали парни за эти граждане в россии есть законы персональных данных поэтому я продолжу называть текущего хозяина этой точки алексея хотя он конечно совсем не алексей чем заключается проблема проблема заключается в том что мы узнали массу интересного ну во первых эта машина этот шикарнейший 2010 prada который стоит плюс-минус от двух до двух с половиной миллионов рублей когда он целый конечно за теперь оказался в залоге то есть это в общем то даже не собственность алексея а скорее собственность некоего банка который я тоже не буду называть я не знаю какую сумму там взял человек который является хозяином этой машины но могу сказать что по этому кредиту он не уплатил ни рубля и как вы уже поняли это было первое место где мы попытались избавиться от нашего продоза и знаете у нас не получилось мне всегда казалось что ростовщики но те кто дают денег в рост соответственно заинтересованы в поиске своих непрофильных активов ну за которые они получают деньги это не так потому что позвонив службу безопасности банка мы с ней не соединились мы конечно оставили заявку рассказали грустную историю поведали где сейчас стоит этот автомобиль который нахрен никому не нужен по большому счету но не продвинулись ни на шаг а потом на почту получили еще одно интересное письмо от которого в общем то впали в состоянии легкого шока хозяин этого автомобиля оказался крайне интересным человеком знаете такой человек непростой биография скажем так за последний год он трижды поменял паспорт и дважды поменял место жительства тут у меня как у настоящего доброго самаритянина появились первые подозрения касаемо того что может быть все таки история с этим парадосом немножко сложнее чем кажется на первый взгляд и знаете я начал искать дальше но в конце концов когда происходят такие вот его движения обычно люди стараются скрыться ну когда меняются номера паспорта и меняется прописка и меня посетила идея они обратиться ли соответственно к людям которые есть страховой и мы нашли то что искали наш заброшенный правда которые вот так вот мы долго сейчас откапывали конечно прошел и через страховую и по итогам дтп судя по всему была некая выплата в ингострахе если меня не подводит память таким образом сложив 2 плюс 2 мы получили 4 то есть мы получили владельца который скажем так трижды за год поменял документы кредитную машину у себя на парковке с задолженностью по стоянке и соответственно историю с выплатами по страховой но по крайней мере первое впечатление создавалось такое не самое хорошее я хочу выразить благодарность всем тем людям не называя их конечно которые поделились нами той информации которая позволила нам размотать весь этот клубок и знаете ребят я получил массу вопросов в комментариях советов я хочу вам сказать так по факту в российской федерации если у вас на территория на вашей арендованной земле человек бросает машину вы не можете сделать вообще ничего я тем кто говорил что полторы тысячи рублей за стоянку в сутки это дорого я хочу просто чтобы вы посмотрели сейчас вокруг и поняли что парковка мягко говоря небольшая и за всю эту вот территорию включая сам сервис мы платим чуть чуть поменьше одного миллиона рублей в месяц и это знаете ли не парковка возле загородного дома это коммерческая земля которая стоит в аренде денег и нужно нам для того чтобы работать этим кто в прошлом видео писал мне что найти владельца как два пальца об асфальт ребята вы тоже не правы потому что есть один нюанс как я уже говорил тогда вот эти вот номера не ведут и в никуда потому что эта тачка снята с учета предпоследний владелец продал ее автосалону а автосалон продал ее текущему владельцу которого мы продолжим называть алёшей хоть он конечно как вы уже поняли далеко не алёша а совсем наоборот по этим номерам мы не можем установить кто хозяин потому что человек который ее купил не поставил ее соответственно на себя на учет то есть гибдд данных о нем нет вы формально говоря после того как предпоследний владелец подал ее на снятие с учета это даже не машина это в общем-то некая собственность которая не может ездить по дорогам потому что эти номера уже аннулированы собственно именно поэтому я их и показываю потому что закон о персональных данных запрещает мне разглашать информацию даже такого рода о текущем хозяине для того чтобы избавиться от этого ведра у нас оставался последний вариант как добропорядочные люди мы конечно должны были обратиться в ближайшее овд что мы конечно и сделали с предсказуемым вполне эффектом мы поговорили с сотрудниками объяснили ситуацию нам сказали что приедут но правда не взяли ни адреса не телефона по большому счету как люди опытные мы конечно телефон оставили в общем то ждем до сих пор этих самых сотрудников из ближайшего овд но это потому что конечно у них есть чем заняться а почему есть потому что это не брошенная машина она оказалась здесь по воле хозяина и нашему согласию поэтому по большому счету сотрудникам полиция абсолютно на нее плевать потому что отношения между коммерческой организацией и физическим лицом их волновать не должны ну а рассказать им всю эту историю я могу но не могу ее доказать по той простой причине что ну откуда у меня могут быть все эти данные ведь я же не сотрудник полиции ну правда ведь как вы уже поняли господа по вот этим вот широким траншеям машинка то постояла здесь давно и у нас есть еще одна такая же плюс-минус которая стоит тоже с осени но там немножко другая история мы знаем ее владельцев это в принципе нормальные парни что касается как бы всего этого но граждане я вам скажу так у нас потрясающая страна вот например сегодня наш маляр пришел в прекрасном расположении духа на работу а через 20 минут получил письмо на электронную почту в котором выяснилось что оказывается он взял кредит которого не брал ну то есть знаете вот по электронной подписи которую он себе не оформлял и в данный момент вместо того чтобы работать в малярном цеху он сидит соответственно в отделе рассказывает как его обманули мошенники признаться как человек старый доверчивый я думал что на этом история и закончится придется куда-то потихой грусти сплавить это ведро но произошло удивительное собственно именно то ради чего мы ее и откопали нам перезвонил хозяин врать не буду граждане в тот момент когда у меня зазвонил телефон и я увидел там записанный контакт у меня реально глаз дернулся потому что я все таки ждал этого 6 месяцев из этих человек рассказал мне историю на голубом глазу очень интересно про ковид про болезнь про финансовую неурядицу есть правда пара фактов которые я не могу озвучить публично ну касаемо его скажем так документов обычно таких документов не бывает у простых людей только одной категория ну не суть есть важно не могу распространяться но самое главное контакт состоялся я действительно был поражен тем что владелец мне перезвонил но ребят в конце концов вот это вот правда даже там со всеми обременениями с выплаченными страховками он представляет ценность как я уже говорил то есть в этом состоянии перед нами стоит от 800 до 1 и 3 миллиона рублей ну если продать его на запчасти тысячи я думаю 500 вот со всеми вот этими вот мутными историями и когда человек набрал я честно говоря думал что все таки будет идти речь только о непосредственном заборе автомобиля но услышал я другое я услышал что там есть соответственно жизненные вопросы сложно и что человек хочет эту машину вроде как у нас делать просто для того чтобы он ее начал делать надо решить кое-какие там финансовые проблемы а для этого ей нужно немножко у нас постоять и знаете ребята это с кем она меня не устраивает ни какие деньги мира вот не заставят меня делать эту машину потому что если человек плюнул соответственно людей с которыми хотел работать я думаю что дальше продолжать с ним никакие телодвижения вот эти вот финансовые рабочие не стоит их надо пресекать и в общем-то парня все те кто волновался за эту ситуацию хочу сказать вам что у меня есть шанс наконец-то в субботу избавиться от этого ведра именно на этот день назначена наша встреча я не думаю что стоит снимать про эту тачку еще что-то вы начинаете потихоньку понимать как в российской федерации выстроены взаимоотношения среди коммерческих организаций физиков и государства очень интересная схема отношений нет если у тебя оказалась чья-то собственность избавиться от нее практически невозможно но только в том случае если все-таки владелец найдется спасибо вам ребята всем тем кто переживал за эту ситуацию огромное спасибо всем кто помог ну и спасибо тебе лёха назову тебя так публично что ты все-таки заберешь свое ведро наконец-то с нашей парковки но за сим разрешите с вами расстаться потому что в общем-то формат вот это для нас конечно не формат и надеюсь следующее видео все-таки будет уже посвящено реально автомобиля пока парни и девчонки